Сотрудники ФСБ работали сегодня в Министерстве территориальной безопасности региона, а именно изымали там документацию, сообщает коммерсант Прикамья. Оперативно-розыскные мероприятия по обследованию помещений прошли и в Краевом многофункциональном миграционном центре. Силовики изъяли ряд документов, в том числе из кабинета замминистра Игоря Гончарова. Ссылаясь на свой источник, издание сообщает, что оперативники могли действовать в рамках проверки информации о возможном хищении 5 миллионов рублей под видом выполнения госконтрактов. К слову, директор многофункционального миграционного центра Андрей Шалоносов уволился на прошлой неделе по соглашению сторон. Грозный экзотический диагноз. Накануне мы рассказывали о двухлетней пермячке, которая, по предположению мамы, могла заразиться африканским трепаносомозом, сонной болезнью во время их поездки на Зензибар. В начале января у девочки началась лихорадка, и с тех пор ее состояние не улучшалось. Исследования, проведенные в коммерческих лабораториях города, этот диагноз подтвердили, а вот пермские медики нет. И мама отправилась за помощью в Москву. В инфекционное отделение одной из пермских больниц двухлетняя девочка поступила с повышенной температурой. Лихорадка за месяц проявлялась несколько раз. Кроме того, ребенок практически постоянно спал и отказывался от еды. Еще до госпитализации мама свозила малышку в несколько частных лабораторий, думая, что у дочери малярия. Но анализы показали еще более страшное заболевание. Нам сказали, что вот, нашли у нас похожую штуку на трепаносому. Подтвердить они ее не могут, так как у них там нет чего-то. Мы забрали стеклышки вот этого анализа и из платной клиники привезли в Роспотребнадзор. Она у нас дополнительно взяла анализы. Естественно, она ничего не нашла. Уже в инфекционке девочку досконально обследовали и собрали медицинский консилиум. Сейчас проведена консультация, проведен консилиум заведующего нашего инфекционного отделения, наш заместитель главного врача по лечебной части, паразитологи наши ведущие, заведующие паразитологической именно лабораторией. То есть во всех мазках нет ни одного подходящего тела, то есть ни одного объекта подходящего нет. У малышки нашли антитела к ковид-инфекции. И медики настаивали на том, что у нее развился мультисистемный воспалительный синдром, последствия ковида, которое часто встречается у детей. Но мама этим выводам не поверила и увезла дочь в Институт медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний в Москве. Там малышку вновь обследовали, и результаты анализов подтвердили опасения мамы. Сегодня стало известно, у девочки обнаружили трепоносом. Сейчас они вместе с мамой госпитализированы в инфекционное отделение столичного госпиталя. Отметим, африканский трепоносомоз или сонная болезнь – крайне редкое явление в России. Ее возбудителем являются трепоносомы, переносчик которых – МОХОЦЦ. Без должного лечения заболевание может быть смертельным. Юлия Алеева, Татьяна Овсянникова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.